Молодежь – будущее Казахстана, так сказал глава государства. Сегодня политический документ обсуждает и в высших учебных заведениях. Ведь немало задач Нурсултан Назарбаев поставил перед сферой образования. Подробно в следующем материале. Это мы считаем эпохальное выступление президента. Это послание было разработано отечественными институтами развития, международными экспертами. Но главная идея, безусловно, принадлежит лидеру нации. Послание глава государства было подчеркнуто, что практически по всем параметрам стратегия 30-го года выполнена. Теперь всем надо работать над стратегией 50-го года. Особое внимание в политическом документе было обращено на образование, которое поставлено на высокий уровень в плане финансирования и направления развития. Однако образование требует дальнейшего развития, отметил ректор экономического университета. В нашем университете очень сильно развивается сейчас международное сотрудничество. Ежегодно за рубежом бывает, в зарубежных вузах бывает около 350 человек. Это студенты, преподаватели, докторанты, магистранты. К нам приезжают ежегодно около 30 зарубежных ученых из престижных вузов, топ-университетов ближнего и дальнего зарубежья. Это российские элитные вузы и вузы Европы. А недавно состоялась поездка в Китай, благодаря которой в вузе будет осваиваться китайское направление обучения. К слову, Министерство науки и образования, научные исследования и приглашение ученых из ближнего и дальнего зарубежья финансируются ежегодно. А повышается ли от этого качество знаний студентов, покажет время. Анна Шелкарбек, Ложа Солбасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова